...могли понять, почему со временем органы выходят из строя, а ремеслабиды становятся менее выносливыми. Геронтолог с мировым именем Клаудио Франчески предложил свою теорию, которая переворачивает представление о долголетии. Именно воспаление является основой практически всей болезни людей пожилого возраста. Это не связано с бактериями или вирусами. Причина – старение клеток. Они разрушаются, биологический мусор накапливается и, в конце концов, наши защитные силы не справляются с ними. При этом помочь организму можно уже сейчас. Одно из перспективных направлений воздействия на гормональную и иммунную системы использования противовоспалительных веществ. Исследования в этой области активно ведут и наши ученые в Институте долголетия. Однако уверены медики, лишь объединив усилия на международном уровне, можно совершить настоящий прорыв в науке. О сотрудничестве в области профилактической медицины докладили специалисты из России и Италии. Наша сегодняшняя встреча с сеньором Франчески показала, что мы в своих научных исследованиях, разработках, мы движемся одним курсом. Сегодня мы обсудили знаковую вещь, уникальную базу данных создания карты активного долголетия нашей страны. Будем изучать механизмы, влияющие на долголетие в различных регионах нашей большой страны. У вас потрясающие технологии, мы можем делать персонифицированный подход каждому пациенту, при этом использовать искусственный интеллект. Множественные исследования доказали, воспалительные вещества под воздействием иммунной системы атакуют здоровые клетки, повреждая их. Страдает головной мозг, легкие сосуды. Таким образом, организм не просто стареет, а развиваются тяжелые заболевания. Мы знаем, что возраст – это фактор риска возникновения онкологии, в 20 раз увеличивающий риск онкологических заболеваний, нейродегенеративных заболеваний, болезнь протенционная, сгеймера. Это все в основе лежит хроническое системное воспаление. За последние три десятилетия количество пожилых людей на планете удвоилось. Россия не исключение. Увеличение продолжительности активной жизни и сохранение здоровья – важные приоритеты страны. Об этом на днях говорил Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение». Большую роль здесь играет профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета. Вместе с тем ученые уже работают над генной терапией возрастных изменений клеток, организма. Юлия Нищенко, Юрий Шоумов, Татьяна Ширина, Наталья Родионова, Первый канал.